В нашем регионе действует 121 волонтерское объединение на базе 38 профессиональных образовательных организаций. У каждого свой богатый опыт добровольчества. Направления абсолютно разные. И вот если пройтись даже по этой мини-выставке, можно увидеть в фотографиях, подтверждающих многоплановость направлений. Это и шоколад солдату. Это техникум дизайна легкой промышленности, который еще толстовки и продолжает это делать. И это лишь небольшая часть проектов добра, направленных на помощь нашим солдатам. Есть и много разовых акций, отправлены десятки машин с гуманитарной помощью со всего региона. Студенты-сварщики профессионально-политехнического колледжа, где совсем недавно открылся доброцентр «Добро профтех», изготавливают буржуйки, которые можно использовать в землянках. Ребята сами организовали сбор средств на покупку более толстого металла, которые сами режут, сами делают петли для него и сами варят. Они реально нужны нам, пишут положительные отклики, в том числе наши же выпускники. Самое главное, знаете, что здесь работа, это аккуратность и нашу любительность, и наше рабочее место. Студенты-волонтеры наглядно продемонстрировали, как идет их работа. Здесь и теплые вещи, и противооткатные буфера для техники, и специальные окопные свечи. Награды нашли своих героев от всего сердца, помогающих тылу. Данил Репьев, студент из Индзе, волонтер со стажем, в составе своего отделения штаба «Мы вместе» принимает участие в субботниках на Аллее Славы на Китовском кладбище. Оказывает помощь детям войны, а еще посильно поддерживает тех, кто сейчас на передовой. Под руководством наших преподавателей изготовили шесть печек буржуек для наших военнослужащих, которые находятся на Украине. И сейчас я принимаю участие в изготовлении еще трех печек буржуек. Для изготовления печей студенты использовали газовые баллоны, удобные и в эксплуатации, и в транспортировке. Всего для зоны СВО среднепрофессиональные учреждения нашего региона изготовили и отправили 77 печей, 16 противооткатных буферов, 76 толстовок и 74 пары стелек. На этом помощь не останавливается, а только набирает обороты. Александр Злобин, Сергей Рябухин, репортер 73.